Всем привет! С вами Берсик, и в этом видео я сделаю обзор на Барби с татуировками. Барби Токи-Доки! Ну что ж, добро пожаловать в мой первый обзор на Барби! Как вы знаете, я люблю необычных кукол, и, на мой взгляд, Барби с татуировками это достаточно необычно. Куклу я приобрела 1 сентября 2015 года, в день ее релиза. На сайте The Barbie Collection она стоила 75 долларов и была представлена в двух вариантах. Под черным лейблом это кукла, которая сейчас находится перед вами, а также под платиновым лейблом. Куклы внешне похожи, отличается у них только цветовая гамма и некоторые детали, но при этом между ними целая пропасть. Дело в том, что в мире Барби лейбл определяет коллекционную ценность куклы и ее тираж. Самые доступные коллекционные Барби выходят под розовым лейблом. Далее по нарастанию коллекционной ценности и ограниченности тиража идут черный лейбл, серебряный, золотой и, наконец, самый ценный платиновый. Под черным лейблом чаще всего выпускают Барби в виде персонажей фильмов или знаменитостей. Они выпущены большим тиражом и после первого дня продаж цена на них не взлетает ввысь. С платиновой Барби Токи Доки дела обстоят совсем иначе. Несмотря на то, что в день продаж цена на нее была точно такой же, как и на Барби под черным лейблом, то есть 75 долларов, заполучить ее было очень сложно. На сайте The Barbie Collection была организована настоящая охота за сокровищем. Для того, чтобы приобрести куклу, нужно было найти скрытую страницу интернет-магазина. Переход на нее был спрятан в малюсеньком кактусе Токи Доки, которого нужно было отыскать на многочисленных страницах сайта. По слухам, были и обходные пути, такие как изменение кода в поисковой строке, поиск через галерею. Ну а что, в таком деле все средства хороши. И, в общем-то, несмотря на изощрение организаторов, кукла, тираж которой составляет всего лишь 999 экземпляров на мир, была распродана в течение пяти минут. В этот раз дизайнер кукол Барби Билл Грининг работал над куклами в коллаборации с брендом Токи Доки, и куклы были выпущены не просто так, а в честь 10-летнего юбилея бренда Токи Доки. Вдохновленный японскими комиксами, дизайн этого бренда очень позитивный, интересный и по-детски яркий. Единороги, пончики, кактусы, эти и многие другие персонажи являются отличительной чертой этого бренда, они представлены в виде игрушек, а также принтах на одежде и аксессуарах. Кстати говоря, Мотел не в первый раз сотрудничает с брендом Токи Доки. В 2011 году под золотым лейблом была выпущена первая и очень успешная Барби Токи Доки. Заполучить платиновую Барби Токи Доки у меня не получилось, но я решила не вешать нос и приобрела Барби под черным лейблом. И пусть она не такая редкая, для меня она однозначно ценная. Как-никак моя первая Барби, да еще и в татушках. Ее образ по сравнению с платиновой Барби более позитивный, яркий и более розовый, то есть более типичный для Барби. Коробка, в которой находится кукла прямоугольной формы и выполнена из глянцевого картона. Прозрачный блистер с передней стороны открывает превосходный вид на куклу и на фон. Внизу мы видим логотипы брендов Барби и Токи Доки, между ними красное сердечко в знак взаимной любви и сотрудничество. Далее указано, что это коллекционная кукла Барби под черным лейблом. Белая поверхность коробки покрыта розовыми и серебряными принтами, связанными с брендами Барби и Токи Доки. Давайте рассмотрим самые интересные. Уделек Токи Доки Роял Прайд по имени Пэрис, здесь у него новенькая корона, а на ошейнике профиль Барби. Рядом есть большой профиль Барби, у нее здесь сережка с мордашкой Токи Доки, а на шее татуировка в виде логотипа. Хочу показать вам стилизованный арт малышки Барби, здесь она очень милая. Также здесь много принтов в виде девчачьих штучек, особенно мне понравились помады и брюлики с мордашками Токи Доки. В центре верхней части коробки, в сердце со звездами, изображены арты выпущенных кукол Токи Доки. Розовенькая на розовом фоне, фиолетовая на черном фоне, и глаза у нее такие черные, без радужки. Создается ощущение, что это словно две стороны одной сущности, светлая и темная. Боковинки коробки тоже заслуживают внимания, здесь появляются яркие цветные принты. Есть маленькие золотые звезды, есть звезды большие с мордашками, также мордашки есть на бриллиантах. Изображена, собственно, Барби, она здесь с розовыми волосами, такими же, как у куклы. На шее у нее татуировка в виде птички, которая, внимание, держит в лапках мини-акулу. Да, вы не ослышались, причем эта татуировка очень популярна среди фанатов бренда. В леопардовом принте юбки Барби можно разглядеть милые мордашки, профиль Барби и туфельку. На другой боковинке Барби все еще блондинка, возможно, это ее образ еще до окончательной влюбленности в бренд Токи Доки. В ушах у нее сережка в виде логотипа Токи Доки, на бусах символы Барби. Нарисована она в таком же необычном, я бы сказала, комиксном стиле, как и на предыдущем арте. Также обратите внимание, что здесь появляется забавный персонаж Токи Доки, которого зовут Адьос. У него есть любимые по имени Чао Чао, а также забавные котики. Кажется, кто-то подсел на Токи Доки. На обратной стороне коробки указаны бренды, лента с сердцем, которая представляет собой символ десятилетнего юбилея Токи Доки. Обратите внимание, как цифры 10 и буквы складывают слово love, любовь. Далее идет небольшая информационная справка, и давайте ее зачитаем, чтобы быть в курсе. Токи Доки в переводе с японского означает «иногда», и это символизирует те моменты, которые могут изменить чью-то судьбу. Это может быть какой-то случай или встреча нового человека. Токи Доки — это надежда, это скрытая энергия внутри каждого из нас, которая дает нам силы встречать новый день и мечтать о чем-то позитивном, о том, что случится что-то волшебное. Дабы почти десятилетний юбилей, Токи Доки Барби готова к праздничной ночи в городе. Украшенная всем звездным составом красочных персонажей вселенной Токи Доки, включая специальную юбку, подготовленную для десятилетнего юбилея, она заключает в себе дань уважения этому событию, и далее указан хэштег. Как вы поняли, все очень глубокомысленно и крайне торжественно. Внизу персонажи словно находятся на празднике в честь юбилея. Роллы, пончики, напитки, как я смотрю, веселье полным ходом, и главная гостья на этом празднике, конечно же, Барби. На ее коленях весьма уютно устроились персонажи-кактусы, один из которых — это, кстати, питомец, который идет с ней в комплекте. На дне коробки указано, что это кукла для взрослого коллекционера, что с ней в комплекте идет подставка, а также сертификат подлинности, все серьезно. И, наконец, здесь указано, что кукла сделана в Индонезии. Задник сюжетный, кукла словно находится на красной ковровой дорожке, и если присмотреться, то на ней есть леопардовый принт. От ликующих поклонников Барби отделяет столбики с логотипами Токи-Доки. Поклонников очень много, и все они различные персонажи вселенной Токи-Доки. Здорово, что по бокам есть объемные части, причем за ними сюжет продолжается, там не пусто. В толпе я заметила Адьоз и его возлюбленную, простите, я не могла на них не обратить внимание, потому что они мне очень понравились. Здесь даже есть диджейская установка, в общем, это настоящее такое праздничное светское событие, и главная героиня, это, конечно же, Барби. На фоне Барби фиолетовое ночное небо со звездами, видимо, мероприятие действительно проходит поздней ночью. Также здесь мы можем заметить большое количество принтов, самые выделяющиеся из которых, это, наверное, губы. Губы-конфетки с клыками вампира, которые мне немножко напомнили о Monster High. На выступающей части изображен логотип юбилея бренда, и он окружен мордашками персонажей. В комплектации, помимо самой куклы, есть много всего интересного. Это сумка-клатч, ободки с ушами, две штуки. Мой любимый аксессуар, это вот такой замечательный питомец Tokidoki. Также с куклой идет брендированный пакет. И, наконец, то, что пряталось с задней стороны, это подставка и сертификат подлинности. Ребят, честно говоря, я впервые сталкиваюсь с таким стилем упаковки кукольных волос. Они, можно сказать, пришиты к пластиковой основе, а также здесь есть три штырька. У подставки простое белое круглое основание, прозрачная стойка, которая выглядит не совсем обычно. Держатель является частью этой стойки и, вероятно, размещается между ног куклы. Следующий аксессуар, который прятался с задней стороны, это сертификат подлинности. Он находится вот в такой прозрачной следе, представляет собой бумажку. Она достаточно плотная, с необычной текстурой. Здесь черно-белые надписи, которые свидетельствуют о том, что кукла подлинный коллекционный экземпляр. Освободила я красотку, и пришло время установить ее на подставку. Подставка словно обнимает ножки куклы, тем самым она держит равновесие. Обратите внимание, что героиня будет всегда стоять в одной и той же позе. Дело в том, что, как и большинство коллекционных Барби, эта кукла не шарнирная. Ее левая ножка согнута в колени, и поменять ее положение невозможно, потому что в коленях ноги не гнутся, и шарниров в них тоже нет. Я не могу сказать, что факт отсутствия шарниров меня сильно расстраивает, потому что все-таки такая кукла предназначена для витринного хранения и любования. У куклы светлый скинтон, материал тела типичный для Барби, ноги такие резиновые, прям ностальгия. Кисти рук достаточно крупные. Обратите внимание, что на левой руке три средних пальца соединены вместе. На правой кисти все четыре пальца, кроме большого, представляют собой единое целое. Вот так кисть выглядит с внутренней стороны, даже слегка проработанные складки на ладонях. Очень радует, что на ногтях есть светло-розовый маникюр, правда, на левой руке он немного неаккуратный. Мне, как коллекционеру кукол Монстр Хай, голова куклы кажется маленькой на фоне достаточно толстой шеи, хотя такое соотношение пропорций является более естественным, чем у монстров. Взгляд Барби направлен в сторону и чуть вверх, что делает его надменным и томным. Радужка голубая с синей окантовкой. Глаза обведены черным по всему периметру, кроме нижнего уголка. Имеется по три ресницы вверху и внизу. На подвижном веке матовые голубые тени, далее слой бежевых теней, покрытых блестками. Также блестки есть на белой звездочке под левым глазом. Коричневые брови практически не видны под намертво-залачной челкой. На щеках легкая вуаль розовых румян, а на пухлых сомкнутых губах розовая помада. Для этой Барби использован тип молда Карл, названный так в честь коллекционной Барби Карл Лагерфельд. Точно такой же молд у платиновой Tokidoki, а также у Барби Sweet Tea. У куклы незамысловатая прическа. Ярко-розовые, распущенные, прямые волосы длиной по пояс. В некоторых местах они выглядят не идеально из-за коробочных креплений, но в целом достаточно ровные. На ощупь мягкие, очень приятные. В верхней части есть небольшое количество укладочных средств, которые можно запросто вычесать расческой. Волосы разделены на прямой пробор, который заканчивается на этом уровне. Постараемся подобраться к прошивке. Ну что ж, прошивка хорошая, при этом голова мягкая, без клея. Очень удивило, что под слоем розовых волос на затылке есть участок с волосами цвета блонд. Раньше я их не замечала. В комплекте с куклой идут два ободка с ушками, и начну я с того, который изначально надет на куклу. Это бежевый ободок с круглыми пончиками. Один полит розовой глазурью, второй шоколадом. Оба покрыты кондитерской посыпкой. Сладкие узоры есть только с передней стороны. Этот аксессуар – часть образа одного из персонажей Токи-Доки, девочки-пончика по имени Донателло. Она родом с планеты, где сахар используется в качестве источника энергии. Аксессуар выполнен из пластика и на данный момент прикреплен к голове куклы бежевыми нитками, которые нам придется отстричь, чтобы примерить вторые ушки. С внутренней стороны ободков есть небольшие шипы, которые позволяют им сидеть на голове куклы достаточно плотно, даже без каких-либо дополнительных креплений. Вторые ушки темно-зеленые, они с шипами и символизируют кактус. Иголки этого кактуса зеленые и красные. Они есть как с передней, так и с задней стороны. Ушки более объемные и более широкие, чем первые. В качестве украшения на них присутствует розовая звезда с мордочкой Tokidoki. Легко догадаться, что этот аксессуар взят от персонажа из кактусной коллекции, и это малышка Сэнди. Они вместе с друзьями надели костюмы кактусов, так как считают, что нуждаются в защите от внешнего мира. В ушах героини нет сережек, шея также свободна от аксессуаров. Топ и юбка представляют собой отдельные детали одежды, и начнем мы с юбки, символа десятилетнего юбилея бренда Tokidoki. Юбка выполнена из мягкого шелковистого материала, она покрыта принтами персонажей из вселенной Tokidoki, есть даже клыкастый динозавр. Также на юбке имеется повторящийся символ десятилетнего юбилея. По подолу идет шов, и далее выглядывает розовый сетчатый подъюбник. Он выглядит таким образом, как вы видите, рюши внизу сосборены, а в верхней части он прямой. По линии талии к юбке пришит черный лаковый пояс. Бляшка также пришита черными нитками к поясу, и она представляет собой логотип Tokidoki. С задней стороны у юбки виден шов, и присутствует кнопочка, которая позволяет ее снять. Смотрите, на юбке даже есть лейбл, написано Barbie Collector. Внезапно после снятия юбки кукла оказалась в боди, ее топ и розовые трусики представляют собой единое целое. И можно я, пожалуйста, пожалуюсь на подставку? Стойка постоянно вываливается, и это портит мне нервишки. Топ соткан из маленьких серебряных пайеток и очень красиво блестит. На ощупь он твердый и плотно прилегает к груди куклы. Трусики, пришитые к нему, выполнены из гладкой приятной ткани. С задней стороны это деталь одежды на двух кнопочках. Здесь вы можете увидеть белую сетчатую подкладку, которая находится под пайеточным слоем. На правой руке широкий серебряный браслет с неоднородной текстурой и звездочкой с мордашкой Tokidoki. Он выполнен из пластика, и с задней стороны есть большой разрез, который позволяет снять его. На левой руке два массивных круглых браслета в стиле 60-х, один розовый, второй желтый. Они также из пластика и имеют разрезы. Серебряные босоножки Barbie напомнили мне босоножки Justin Dancer, только это миниатюрная версия. Босоножки на высоком каблуке с острым носиком. Пояски обвивают ножки по подъему. С передней стороны на них обильно нанесены блестки, они держатся хорошо и не осыпаются. Вокруг щиколотки широкий ремешок с имитацией застежек по бокам. Туфли выполнены из резины, и чуть менее элегантными их делает факт того, что каблуки слишком мягкие и часто загибаются неестественным образом. С задней стороны по традиции есть разрез для удобства снятия. На подошве ничего интересного. Татуировки я оставила на десерт, и чтобы их хорошенько рассмотреть, мне пришлось раздеть барбейку. Кстати говоря, обувь я так и не сняла, это оказалось слишком тяжело, даже разрезик не помог, поэтому я не стала мучиться и оставила ее на ногах. Твердость корсета с передней стороны заключалась в пластиковой вставке в форме груди, она находится под подкладкой. Татушки Барби представляют собой наклейку, они не нарисованы. По качеству они, вероятно, лучше, чем привычные нам переводные тату, но все-таки с ними стоит быть предельно аккуратными. В нескольких местах я заметила небольшие дефекты наклеивания. На груди в центре композиции логотип Токи Доки, сердце с перекрещенными косточками. К нему направили клювики две синие птицы. Далее узоры перестают быть симметричными. На фоне птиц белые и красные бутоны цветов, с одной стороны нечто похожее на заснеженную гору. На правой руке на белом фоне розовый цветок и четыре персонажа Токи Доки. На левой руке татуировок намного больше. Помимо символов и персонажей Токи Доки, самый милый из которых это определенно единорог с надписью Love на пузике, тут также замечены традиционные японские символы. Самурай с мечом, который буквально обвивает руку куклы, журавли, оранжевый и фиолетовый. Между прочим, это одна из самых благословенных птиц на востоке, особенно в Японии и Китае. На спине очень красивая композиция из татуировок в японском стиле. Два крадущихся тигра, гейша, в руках у которой кинжал с роллом, а во второй руке веер. Цветущая сакура с сидящей на ней птичкой. На фоне голубого неба заснежены вершины горы, похожие на мороженку. Или, возможно, это вулкан, и произошло извержение сахарной глазурью. За ним красное солнце, как на флаге Японии, только с мордочкой Токи Доки. С задней стороны есть рельеф попки. Все, прячем. Сумка это, пожалуй, самый простой и неинтересный аксессуар, который идет с этой куклой. Это серебряный глянцевый клатч, выполненный из пластика. Наверху имитация застежки, но он не открывается. С обеих сторон рельефы одинаковые, поверхность покрыта мелкими шипами по бокам и крупными шипами в центре. Плюс ко всему это повторение клатча, который шел в комплекте с одной из Барби в коллекции The Look City Shine. Радует хотя бы то, что его можно вложить в руку кукле, и он будет держаться. Розовый прямоугольный пакет с белым логотипом Токи Доки похож на магазинный пакет, в который кладут вещи после покупки. Реалистичности придает то, что этот аксессуар выполнен не из резины, а из плотной бумаги с глянцевой поверхностью. Логотип Токи Доки есть с обеих сторон. К сумке или пакетику прикреплены веревочные черные ручки. Для пущей реалистичности здесь также есть бумага, похожая на ту, в которую упаковывают вещи в магазине. Только, к сожалению, вещи здесь никакой нет. Очень здорово, что в комплекте с куклой идет питомец, персонаж Токи Доки из кактусной коллекции. Это собачка по имени Пол Петтина, в розовом костюме кактуса и на поводке. Костюм кактуса покрыт бордовыми шипами, имеются ушки, короткие ножки, белая косточка украшает головку, словно бантик. Из-под костюма торчит розовая челка, мордашка белая и чуть выдается вперед. На ней черные овальные глаза с одиночными ресничками, черный нос и маленький красный ротик. Так как питомец кругленький и у него нет шеи как таковой, ошейник выглядит как лента, обернутая вокруг его тела. К ленте прикрепляется тонкий металлический поводок, в конце которого образована петелька из той же ленты, что обвивает тело. Питомец выполнен из резины и на ощупь его иголки достаточно податливы. Мне кажется, этот малыш очень подходит своей хозяйке. Готовиться к этому обзору было безумно интересно. Я открыла для себя и, надеюсь, теперь и для вас новый мир бренда Tokidoki, целую вселенную с огромным количеством персонажей. После досконального изучения я новым взглядом посмотрела на куклу и получила заряд вдохновения. Все-таки иногда полезно делать обзоры на что-то нестандартное. Ставьте лайк, если тоже так считаете, и если вам было интересно узнать все секреты Барби Tokidoki. Чаще улыбайтесь, любите котиков и персонажей Tokidoki. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok